В Московской области царит настоящая жара. Столбик термометров достиг рекордных 30 градусов. Каждый спасается от нее как может. Ну а мы сегодня приехали в Щелковский дайв-центр «Пятый элемент», чтобы спастись от палящих солнечных лучей под водой. Алексей сертифицированный инструктор ПАДИ – профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу. Его стаж более 30 лет. Он говорит, что на первом занятии дайвингом очень важны первые эмоции и впечатления. Именно они оказывают серьезное влияние на отношение к этому увлекательному, активному виду отдыха. Я знаю, что если это освоить, то это безопасно. И что от этого можно получить большое удовольствие. Поэтому в последнее время я делаю акцент на пробное ознакомительное погружение и на обучение новичков. Потому что считаю, что именно первые шаги, тот, кто даст человеку первые знания и первый ведет его под воду, он закладывает самое основное в человека. И потом этот человек или он быстро угасает, потому что он не видит интереса, или наоборот, он будет стремиться попробовать пресные водоемы, соленые водоемы, холодную воду, жаркие страны. Алексей также считает, что подводные обитатели нуждаются в особом отношении. Самое ценное для меня находить моменты, когда ты можешь с ними как-то взаимодействовать. Ты к ним проявляешь интерес и видишь ответную реакцию. Такое было неоднократно. Это не было такого, что мы за ними гоняемся, они к нас убегают. Наоборот, ты приближаешься к ним, и они начинают двигаться вокруг тебя, они тебя изучают, они показывают себя. Это потрясающе. Пятый элемент открыт для всех желающих 365 дней в году. Дайвинг доступен в любое время года и в любую погоду. Здесь могут погрузиться даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Пирс полностью оборудован и для людей в колясках. Самое главное – соблюдать технику безопасности, особенно в жару. Если вы чувствуете, что вы перегреваетесь, достаточно намочить голову, и за счет этого вы будете быстро охлаждаться. Или же наденьте на себя мокрую одежду, или водите в ней воду, намочите, и вы будете гораздо быстрее остывать. В дайвинг-центре пятый элемент – особая атмосфера. Здесь есть все и для новичков, и для профессионалов. А еще тут очень любят животных. У руководителя центра Алексея три собаки. Они разделяют страсть хозяина к водным видам спорта. На дайвбазе также удобно отдыхать на сапбордах. У нас на дайвбазе вы можете отдыхать в том числе и с питомцами, в том числе и на воде. Соблюдая правила безопасности, вместе с ними вы можете освоить сапборды и прекрасно проводить время. Приезжайте, мы вам всегда рады. Само название центра пятый элемент говорит о том, что здесь не нужно искать недостающий компонент. Все составляющие для занятий дайвингом собраны воедино. База готова принять любого желающего отдыхать на воде. Но в первую очередь наша деятельность направлена на обеспечение учебного процесса, предоставление всех необходимых условий для дайверов, которые совершают регуляционные погружения для получения удовольствия, отдыха, подводного фотографирования. Для Алексея вода – родная стихия. Для меня дайвинг – это все. Дайвинг – это моя жизнь. В дайвинге я очень давно, можно сказать, с детства. С детства я просто нырял и мечтал. Освоить дайвинг я смог только уже, когда я обрел финансовую самостоятельность. Когда я пришел с армии, я закончил курсы подводных пловцов при ДОСАФ. Потом была водолазная деятельность, потом освоение международной ассоциации. И я как бы союстремленно шел на уровень инструктора для того, чтобы помогать людям осваивать мировой океан, который я очень люблю. Амеревский доломитовый карьер – это экосистема из двух озер, которые находятся в окружении хвойных и лиственных лесов. Раньше здесь добывали доломит, песок и глину, а сегодня здесь место для отдыха и дайвинга. Им мы и займемся. Для начала наденем гидрокостюм, неопреновые боты и ласты. Прослушаем инструктаж. Теоретическая часть очень важна. Ластами бьешь как будто по мячу. Ластами. Аккуратно. Только не спеша. Причем мы с тобой будем ходить между деревьев, там красиво очень, в узких местах. Я буду аккуратненько уходить к тебе за спину. Ты будешь ощущать мое присутствие через прикосновение к плечу. Под водой дайверы общаются между собой с помощью определенных жестов. Их необходимо знать. Все хорошо. Окей. Покажи, что-то не так, непонятно. Непонятно, не продулось ухо. Одной рукой показываешь. Где проблема? Сначала где, потом проблема. Да? Очень хорошо. Изучим расположение объектов на дне парка «Фифти Ленд». Вот здесь мы начинаем, ну условно говоря, да, идем сюда, вот маяк, вот он маяк у нас здесь, да, потом идем дальше карусель, машины «Нексия», лес, стена, базик, автобус. Вот, это вот наш как бы маршрут номер один, сейчас он самый популярный у нас находится. Какая глубина? Вот, здесь у нас средняя глубина семь с половиной, восемь метров, да. Но, как правило, дайверы идут на комфортной глубине, это шесть с половиной, семь метров. К одну не приближаются, потому что там может быть ил поднится одна, взвесь и так далее. Все готово, можно отправляться в путешествие. Ну что, идем? Идем. Вперед? Вперед. Пошли. Пошли. Сейчас выходим в акваторию Доломитового карьера на нашем замечательном плавосредстве, которым мы, любя, назвали крейсер «Щелкунчик». На исходной точке, откуда начнется наше подводное путешествие, Алексей завершает мою подготовку к успешному погружению. Надевает груз, акваланг, который состоит из баллона с воздухом, так называемого компенсаторного жилета и нескольких шлангов. Воздух из баллона по шлангам попадает в рот, из него в легкие, а также в жилет, а там уж вы можете распоряжаться им, как захотите. Надувать жилет или стравливать из него воздух, следовательно, становиться легче или тяжелее, погружаться или всплывать. Акваланг – вещь довольно тяжелая, особенно для дамы, особенно на суше. Поэтому, надев акваланг, важно как можно скорее очутиться в воде, что мы и делаем. Но перед этим подготовим маску, ведь она – залог хорошей видимости под водой. Как сделать так, чтобы маске было хорошо видно, нужно в нее обязательно плюнуть и растереть. И это не шутка. Наше путешествие начинается. С помощью клапана сдува начнем погружение. Две руки встать и по-быстрому скидывайся в воду. Молодец, молодец, спокойно. Водичка, отъезжаешь? Класс! Под водой действительно очень интересно и необычно. Растут деревья, покрытые уникальной ракушкой – речной дресс-сеной. Взрослые моллюски питаются и дышат, пропуская воду через жабры в мантийной полости. За счет этого вода очищается и становится почти прозрачной. Опускаться на глубину нужно медленно следить за реакцией организма и постоянно продуваться, зажимать нос и пытаться выдохнуть, тем самым компенсируя давление. На глубине достаточно прохладно. Под водой можно обнаружить много интересного. Одна из особенностей водоема – лес. При затоплении карьера деревья и кустарники оказались под водой. И теперь на дне можно увидеть живописные коряги, среди которых плавают стайки рыб. А также элементы декорации к фильму «Либерия. Охотники за сокровищами». Съемки проходили именно здесь, а наш инструктор Алексей выступал дублером главного актера Тихона Жизневского. На глубине встретили местных обитателей. Возвращаться совсем не хотелось, но пришлось. Любое погружение ограничивается воздухом в баллоне, следить за которым необходимо с помощью манометра. Очень круто. И прохладно. Даже на дне, даже местами холодно чуть-чуть. Это очень классно. Главное – прохладно. Совсем не жарко. И очень много эмоций. Мы увидели под водой огромного сома, который похож даже на мурену. И там много деревьев. И вообще интересно будет как начинающим дайвером, так и профессионалом. Еще мы видели вот таких огромных раков. Я хотела их потрогать, но в какой-то момент испугалась, что он меня укусит. Я не устала. Завершая репортаж, скажу, что погружаться с Алексеем было легко и комфортно. Я чувствовала себя в полной безопасности и уже хочу повторить. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин